С нового года вступили в силу изменения в законодательстве. О некоторых из них расскажем в рубрике «Правовые новости». С 2020 года россияне могут получить социальный налоговый вычет с расходов при покупке любых назначенных врачом лекарств. Социальный вычет по НДФЛ теперь можно получить в размере стоимости любых лекарственных препаратов для медицинского применения, назначенных лечащим врачом и приобретаемых налогоплательщиком за счет собственных средств. До этого к вычету принимались расходы только на те препараты, которые входили в специальный перечень лекарственных средств, утвержденные постановлением правительства. Применять вычет с учетом новшеств можно уже в отношении доходов за 2019 год, так как действие указанных поправок имеет обратную силу. Вычет могут получить те, кто оплатил лекарства и медицинские услуги не только для себя, но и за супруга, родителей и детей до 18 лет. Максимальная сумма возврата 15 600 рублей. Вступили в силу и поправки относительно дошкольного и начального общего образования с 1 по 4 классы. Они касаются детей из одной семьи. Если старший брат или сестра ходит в школу или детский сад, то младших при желании родителей тоже должны зачислить в это же учреждение. Изменения уже внесены в семейный кодекс и закон об образовании. Условием предоставления преимущественного права является проживание детей в одной семье и общее место жительства. При этом речь идет только о государственных и муниципальных образовательных организациях. Частные школы и детские сады обновленные нормы не затрагивают. Подавать заявление на заключение брака стало проще. Ранее лица, вступающие в брак при подаче заявления с использованием единого портала госуслуг, прикладывали к нему копии паспортов, свидетельства о расторжении предыдущего брака, если лицо состояло в браке ранее. Одновременно с этим существовала обязанность повторного предъявления оригиналов указанных документов в отдел ЗАГС при личной явке. С 2020 года в подаваемом в электронной форме заявлении о заключении брака необходимо будет указать лишь сведения о документах, а сами оригиналы будут предъявляться при личной явке в органы ЗАГС.